М1 Глобал М2 Глобал М2 Глобал «Ну, как бы согнать было, как скажу, не так легко. Ну, чувствовал себя вроде бы, как бы, восстановился. Чувствовал себя нормально. Как бы физически чувствовал себя нормально. Ну, конечно, в физической силе проигрывал Антуану. Ну, как бы, не расстроен, что спустился в эту видовой категорию». Ты впервые пробовал в ней силы? Впервые так скидывал вес? Ну, я до этого один раз гонял не в 61-30, а в 62 килограмма, но выступал не по смешанным единоборствам, а по боевому самбо. Но это было давно. Тогда у меня намного хуже получилось согнать и чувствовалось себя намного хуже, чем сегодня. Как сейчас будешь проводить время? Будешь отдыхать или есть уже запланированные выступления, когда они могут просто состояться? Буду морально восстанавливаться после поражения. Пытаться. Находить в себе силы еще выступать. Продолжишь в этой же весовой или поднимешься, или останешься? Наверное, продул в этой весовой, постараюсь выступать, если кому-нибудь нужен. Расскажи, помимо единоборств, какой бы ты назвал вид спорта, который тебе нравится вторым? Вид спорта номер два. Мне очень нравится боевой самбо. Боевой самбо, даже не знаю, что мне больше нравится между единоборствами или боевой самбо. Очень хотел показать результат, спортивный результат по этому виду спорта. Даже голубая мечта – показать какой-нибудь международный результат по боевому самбо. А вот есть кумиры в спорте тоже, помимо Федора, конечно. Может быть, из каких-то других видов спорта? Мне очень нравится боксер Василий Ломаченко. Мне кажется, что это вообще уникальный человек. Он в своей карьере, он второй бой дрался, уже с первого боя, по-моему, дрался 12 раундов, второй бой дрался за поезд. И, мне кажется, это уникальный боец. И, мне кажется, даже сейчас он в боксе, как в техническом смысле, выше многих. Я так сильно не смотрю за ним, но очень нравится Василий Ломаченко. Еще такой вопрос. Ты уже попробовал несколько весовых категорий, уже выступаешь по профессионалам. Ты помнишь свой первый бой, когда он состоялся в профессионалах? Как ты себя чувствовал тогда? Да, мой первый бой состоялся в городе Липецке. Он тогда еще проходил в ночном клубе. Было открыто ночное клубы. Он был в весовой категории 77 килограмм. Я тогда дрался два раунда. Первый бой был даже намного тяжелее, чем сегодня в этой рейке. И какой бы ты совет дал ребятам, которые подписывают свои первые профессиональные контракты, начинают заниматься? Каких бы был совет? Ну, повнимательнее подписывать контракты и как бы понимать то, что если выбираешь такую жизнь, то что нужно полностью отдаваться этому виду спорта. И не унывать, как и мне, по споражению. Спасибо большое. В заключение, если хочешь, несколько слов болельщикам, всем, кто поддерживал тебя у телеэкранов, в интернете. Спасибо большое Республике Ингушетия, что вообще меня сюда пригласили. Спасибо большое, что дали вообще провести СБ. Я давно не проводил бои. Практически главный бой, второй бой вечера. Спасибо большое. Очень давно хотел сказать, но не было возможности. Я хочу большой привет и благодарность передать своей маме, Ларисе Ивановне Невзоровой, которая меня всегда поддерживает. Очень ей благодарен, что она, как бы, даже когда я только начинал заниматься, никогда меня ничем не ущемляло. Даже с самого детства, поддерживая у меня занятия спорта. Очень ей благодарен за ее вебрату и любовь. Спасибо. 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 Продолжение следует...